Датское королевство После завершения этого исследования передо мной встал вопрос, а что происходило за пределами вот этого узкого круга книжников, которые группировались вокруг митрополита Макария? Что происходило за пределами вот этого элитарного, очень такого небольшого сегмента книжной культуры? Что происходит за пределами крупных книгописных центров? Ну, как правило, примитивно к России в 16 веке, это монастыри. В своей монографии Андрей Усачев исследует более чем 700 рукописных книг 16 века, а точнее выходные записи, которые, как правило, располагались на последней странице и содержали сведения о том, кто, когда и почему указу переписывал ту или иную рукопись. И здесь не обошлось без открытий. Например, в историческом музее Андрей Усачев обнаружил рукопись, которая сообщает о том, что в 1522 году в монастыре Никола Старого по указу великого князя Василия III был переписан сборник житий. Среди героев книги не только известны исторические личности, которые, конечно же, являлись главными заказчиками книг, но и представители других сословий. Ну, например, русский дипломат начала 16 века Дьяк Карачаров приказал в 1507 году переписать рукопись. Она хранилась в его доме, потом он принимает спустя примерно два десятилетия постриг в Пафнутио-Боровском монастыре, и рукопись за ним следует в Пафнутио-Боровский монастырь. А вот еще один любопытный пример. При русском посольстве в Копенгагене заканчивается переписка Евангелия в 1579 году. Конечно, Дания не являлась составной частью России в 16 веке. Значит, здесь нету никаких, значит, поползновений на территорию датского королевства. Но все-таки, учитывая происхождение этой рукописи, я счел возможным ее рассмотреть в рамках книгописания в России 16 века. Выступление Андрея Усачева в Доме Российского Исторического Общества – первое из цикла лекций, запланированных в этом году. Хотя ориентировано РИО как объединение профессиональных историков и любителей истории, ориентировано вовне в первую очередь на широкую общественность, на средства массовой информации, для нас очень важно, чтобы речь в первую очередь строилась вокруг качественного исторического знания. После лекции состоялся неформальный обмен мнениями. Определенный культурный пласт, который необходимо изучать, прежде всего это книжная культура, отношения к книге, бытование книги, круг читателей книги, круг владельцев. Вот все это, ответы на многие вопросы мы можем найти, читая свод этих опубликованных записей. Автор был довольно сдержан по части каких-то общих выводов, по части обобщений, а напрасно. Результаты его работы, на мой взгляд, они могут генерализировать общее состояние отечественной культуры той эпохи гораздо шире и гораздо глубже. Коллеги Андрея Усачева соглашаются, тему, которую он поднял в своей книге, значительно расширяет горизонт знания о книжной и не только культуре 16 века и, конечно же, ждет дальнейших исследований.